Девайс 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 Будзі Саво Це місто майбутнього, де дійсно інфраструктура таким чином побудована, що там тільки екоструктура. Будь где. Отже, они используют солнечные панели, они используются только экотранспорт. И это все сделано для того, чтобы сделать эксперимент. Отже, это место находится рядом с Токео. Там тысячи приватных домов и очень много людей, которые занимаются исключительно экологическим жизнью. Между прочим, обещают, что в случае, даже если будет землетрясение и город совершенно остается без электрических связей, да и просто воды, они смогут прожить без проблем целых три дня за этот период, можно будет накопить все заново. Нет, справедливо, у них просто были уже такие запасы, а если раптом землетрясение, то у них остается на три дни воды, струму, электрики и многое другое. Будем ожидать, что в 2018 году завершится построение этого смарт-города. Так, наступные прекрасные, снова что-то для лавики и, может быть, для вас браслеты. Как мы любим разумные браслеты? Выявляется, что сделали спич, транс, блютуз, ристбенд. О май гад, ну это умный браслет. Помните, это блютуз ушки, которые, да, полезны всегда водителям, для того, чтобы мы не отвлекались от дороги. То же самое, только теперь это красивенький браслетик. Еще и с возможным выбором цвета. Там черный, белый, по-моему, и красит. Можно, как разговаривать по телефону, так же еще и он в реальном времени переводит с 44 языков. Вот так. Их достаточно просто біля микрофона что-то сказать и одночасно. Тобто, действительно, майже синхронно будет все это прокладаться, и это позволит вам мандрувать будь-якую, будь-якую окраину. А стоимость, кстати, 99 долларов. И я рада задать этот сложный вопрос. Итак, внимательно, пожалуйста, смотрите на меня. Так, у нас находится набор подрунков, и мы шукаем два победителя. Первый, кто будет кликать первым на нужный ответ. И другого мы находим рэндомно. Ну, а сейчас пригодим, с кем мы сегодня спілкувалися. А это была чудовая людина, которая организовала просвер для книголюбов и меломанев. Отже, Павло Гурек представлял свой проект «Индикнигарня Хармс». Мы всегда говорим, привезите ваши книги, читайте. Мы всегда за то, чтобы люди читали даже электронные книги, скажем так, в библиотеке. Мы за то, чтобы люди привезли свой винил, делились. Не менее прекрасные люди отвечали на наши странные вопросы, и сегодня это слово было «Фартран». «Фартран». Ну, я знаю, что это такое «Фартран». «Фарт, беги». Может быть, это разнообразие из какой-то машины. Во-первых, это автомобиль «Фарт», и он едет. Когда я учился в институте, «Фартраном» у нас называли «могу программования». «Брат Фарт Боярда». Это то, что ускоряет, видимо, какое-то действие. «Бегущий автомобиль». Я рублю программование, особенно «Фартран» с «Бесиком», от зубов вылетает. Эй, и если вдруг вы не успели, так сказать, участвовать в «Айсбеке Челлендж», по-моему, сегодня самое время. А этого парня зовут Саня, он ждет вас уже завтра в 2 часа. Саня, он ждет вас уже завтра в 2 часа.